Главные вопросы совещания – это научно-техническое обеспечение совместных российско-украинских разработок и экономическая стратегия поведения участников авиарынка в условиях мирового кризиса. По словам председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Мотор-Сити» Вячеслава Богуслаева, запорожские моторостроители, равно как и их российские коллеги, сталкиваются с существенными трудностями из-за более высокого ресурса, который обеспечивает силовые установки по сравнению с запасом прочности агрегатов. Производителям авиадвигателей становится крайне невыгодно приобретать отечественные комплектующие из-за завышенной цены и низкого качества. Поэтому 80 из 200 наименований изделий для моторов приходится покупать во Франции. Я бы хотел, я патриот России, я патриот Украины, но я не могу брать плохое и ставить на двигатель. Не могу. Я не могу исследовать философии, пусть плохое, но свое. Не могу. Я отвечаю за конечный продукт, за двигатель. Вместе с разработчиком двигателя. Также Вячеслав Богуслаев отметил, что именно руководитель серийного двигателестроительного предприятия несет полную ответственность за качество силовых установок на крыле. А это не только летно-технические характеристики, понятные лишь специалистам, но и прежде всего безопасность пассажиров. Главный конструктор госпредприятия «Ивченко-Прогресс» Игорь Кравченко сообщил, что на базе Д-27 создан двигатель АИ-727-10, предназначенный для самолетов Ту-334. Участники заседания обсудили и ход завершения работ по отладке и внедрению в эксплуатацию системы противопожарной защиты двигателя АИ-222-25 для обеспечения специальных испытаний самолета Як-130. К этому процессу, который должен быть завершен примерно через месяц, подключены не только украинские авиапредприятия, но и российские. Московский салют, Омско МКБ и другие. В заключение президент Асад Виктор Чайко призвал представителей агрегатных предприятий внимательно отнестись к запросам моторостроителей и поработать над улучшением ресурсных показателей своих изделий.